Это было очень плохо. Впрочем, именно так сегодня я и выгляжу, поэтому имею право на то, чтобы все было плохо. Где, блин, свет? Включайся! Включайся! Блин, включайся! Увидела такое видео у Джеймса Чарльза. Hi, sisters! И, в общем, увидела обложку, на самом деле, видео я не смотрела. Често-сердечное признание. И такая подумала, решила, ну раз есть такая идея для видео, повторяю макияжа, лайфхака знаменитостей, на моем канале это тоже будет. Надо переодеться, потому что, ну, это кошмар. Я сегодня выгляжу максимально плохо. Типа, не то, чтобы обычно я выглядело хорошо, но сегодня я выгляжу настолько плохо, насколько... Насколько вообще редко кто может плохо выглядеть. Так что, вот так вот. А это я хочу просто вам показать брелки на моих сумках, потому что не падай! У меня есть какая-то очень интересная фигня. Я предпочитаю покупать всевозможные брелки в поездках и потом вешать их на сумки. У меня тут чего только нет. Как видите, я очень запарена на тему брелков. Ну, а вообще, конечно, здесь очень-очень-очень всрато. Не смотрите. Я не знаю, что в вашем понятии выглядеть красиво. В моем понятии выглядеть красиво это... Нет такого понятия. Когда ты ЧСВ... Нет. Мне очень хочется верить, что если я повторю лайфхаки от знаменитостей, а знаменитости у нас какие? Знаменитости у нас красивые, то и я тоже смогу быть знаменитостью красивой. В общем, у знаменитостей не было лайфхака, как наносить тон, поэтому тон я уже нанесла. К консилеру. И здесь нам советуют гуру консилерного макияжа Ким Кардашьян. Что бы поделать? При подготовке кожи лица имеет значение каждый шаг, но особенно важен, на мой взгляд, консилер. Перед тем, как переходить к фиксирующей пудре, я использую консилер, чтобы высветлить некоторые участки. Ладно, все хорошо. Это всего лишь падение, но падение не значит смерть. Про брови никто ничего не говорил, поэтому я просто их покрашу, как делаю это обычно. Обычно я делаю как-то так. И не говорите, что вы так не делаете, когда промахиваетесь мимо. Вот не говорите. Я знаю, что вы так делаете, потому что все мы такие. Теперь совет Эмилии Рытаковски. Берем хайлайтер. Немного на нос, чуть над губой. Хайлайтер. У внешних уголков глаз. Наносим его на спонж. И наносим себе сначала на нос. Нифига себе хайлайтер, какой ядреный. Первый раз этим хайлайтером воспользовался, а он оказался такой прям активный. Что ж, видимо, так много его не надо. А это значит что? Это значит экономно. Внешний уголок глаз. Над губой. Интересно, если я нанесу много хайлайтера, я стану похожа на Эмилии Рытаковски? Или это дано только Эмилии Рытаковски? Ведь никто не Эмилии Рытаковски, кроме Эмилии Рытаковски. И, возможно, вы спросите, и что это за такой хайлайтер? Приятный, божественный. А я вам отвечу, что здесь не только хайлайтер, но здесь еще есть и румяна, и пудра, и контринг. И знаете, у меня откуда это? У меня это вот отсюда. Смотрите, какой у меня подарок, какой огромный подарочек мне привезли. Это Фаберлик Глэм Тим Мейкап. Здесь очень крутые средства. Смотрите, я вам их покажу. Нет, реально средства просто топовые. Настоящие звездные средства, а не иначе. Давайте покажу вам поближе, что у меня здесь есть, и заодно расскажу, что к чему. Потому что эта косметика создана не только для вечернего макияжа, но также идеально подойдет и для дневного. Ой, даже не знаю, с чего начать, но давайте я расскажу вам, расскажу вам, расскажу вам про помады. Вот у меня в раке помада Hydrolips. Это просто лучшая помада, потому что она очень качественно увлажняет. В ее составе есть гиалуроновая кислота. Она заполняет морщинки губ и делает их более объемным, а контур более четким и гладким. Мы к помаде потом приступим, поэтому я обязательно покажу вам, как она выглядит на губах, но это просто... Люблю. Потом у меня здесь увлажняющая тональная сыворотка, и именно ее я использовала при нанесении макияжа, когда делала тональный крем. Вот она. Высокоактивные ингредиенты сыворотки проникают глубоко в кожу и улучшают ее внешний вид. И, конечно же, тушь для ресниц экстремальным удлинением и объемом. Эта тушь непростая, она очень-очень гелевая, и за этот счет она получается, что очень круто работает с ресницами, потому что она их и удлиняет, и делает более объемными, и, что самое важное, она очень топово наносится, и не нужно прям вот этих вот танцев с бубном непонятных, когда ты не можешь нанести свой тушь для ресниц, потому что где ресницы, где тушь, и где твои руки, и все это как-то вместе несовместимо. А здесь все совмещается в одном, и получается идеальный результат. Wet n Dry Perfect Me. Кожа будет выглядеть очень ровной и безупречной, а также эта пудра предотвращает жирный блеск и идеально скрывает несовершенство кожи. Очень практичная, компактная пудра в сочетании с легким сияющим эффектом кремовой основы. У тебя как будто получается, что целых два средства одновременно в одном. Вот такая вот прекрасная и красивая палетка Beauty Wipes. Все оттенки Beauty Wipes созданы на основе формулы, которая обеспечивает бархатистую текстуру, насыщенный цвет, удивительную стойкость и легкость растушенной. Люблю румяна. Эти тени не насыпятся, и прекрасно идут с фигментацией. То есть получается, что она прям перекрывает хайлайтер румяшечками и наносит, как вы заметили, пальцем. И немного на нос. Секрет из 90-х. Для имитации легкого натурального загара. Кстати говоря, во-первых, мне понравилось наносить румяна пальцем, во-вторых, выглядит реально очень прикольно в сочетании с хайлайтером. Еще на нос наносит, и прям побольше-побольше румян. Ну что, остановлюсь хотя бы немного хорошенько уже, или все потрачено зря. Я наношу румяна чуть выше, чем многие. Так выглядит естественнее, на мой взгляд. Почти до нижнего века. Сразу заметно, насколько оживилось лицо. Закончив, я просто беру спонж с остатками средства и прохожусь по губам. Так я создаю нейтральную палитру. Делая макияж сама, я не хочу видеть свой собственный тон кожи. Только нейтральный фон. Знаете, что я всегда делаю? Нет. Знаете, что я всегда делаю? Нет. Контуринг губ. О, контуринг губ. Такого я еще не видела, лол. Криповастенько. Я вас умоляю. Я надеюсь, что когда все это будет готово, это будет выглядеть не настолько плохо. Потому что сейчас все-таки, мне кажется, я выгляжу гораздо хуже, чем в начале видео. Начнем с розового на веках. Я всегда наношу теплые тона на нижнее веко. Придает глазам выразительности. Как правило, достаточно нанести у корней ресниц. Но сегодня я совершенно не выспалась. Поэтому закрашиваем нижнее веко полностью, иначе будут видны все морщинки, поверьте. Вот, смотрите. Растушевываем. Глаза, в общем-то, выглядят даже неплохо. Сейчас я возьму ресницы еще докрашу, чтобы более объемными глаза были. Чтобы более объемными и длинными ресницы были. И, я думаю, будет вообще красота. Реснички-чек! Чек! 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 Леснички-чек! Я хочу что-то сделать с этими губами, они меня пугают. Человек нормальный? Ужас! Для губ я предпочитаю темный контур. Никаких острых углов. Наоборот, сглаженные линии. Есть в этом что-то такое из 90-х. Контур смотрится еще темнее из-за контраста с консилером на губах. Немного растушуем карандаш пальцами. Не, ну мне нужно выпить. Хорошо. Плохо. Первый тон. Нюдовый первый. И немного блеска. Полный провал. И, скорее всего, я все сделала правильно, но это вообще на моем лице плохо выглядит. Очень, очень, очень плохо выглядит. Теперь я хочу все это взять и просто стереть. Многие лайфхаки можно взять на вооружение, и вообще это отличный макияж. Просто суперский макияж. Отличный макияж. И с таким макияжем, я считаю, очень классно будет праздновать Новый год. Главное, вот. Мне понравились некоторые детали по отдельности, но все вместе комбинировать это просто шесть. А я в таком раз в прекрасном виде просто с вами прощаюсь. Пока. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я скажу вам, что мы должны нарисовать вот эти вот непонятные стрелочки. Спойлер, она получилась мега трэшовая. Конечный результат! Ладно. Опа, 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 опа.